Я первый раз за многое время надел галстук. Да, да, да. Миша, ты бы снял шляпу, потому что дело в том, что партия все-таки создана какая-то и в шляпе. Во-первых, есть более уважаемые лица, при которых я имею право. Да нет, я ничего не против этого, просто президент может быть в кепке, а ты в шляпе. Ну я как член партии, по-моему, тоже имею право быть в шляпе. Да я же не спорю, я просто так замечание сделал, просто мне кажется, что в шляпе... У тебя нет шляп? Нет, послушай. Ты можешь ее купить, я тебе могу подарить. Другое дело, я могу купить шляпу. Я просто не хотел, чтобы ты раду парни, чтобы ты рад с раскола, я попросил. Я прошу тебя, я прошу тебя снять шляпу, это так просто. Перед тобой? Нет, не передо мной, вообще просто. Один президент может быть. Перед Таратов. Мне кажется... Что делать, а почему так сразу? Не ставай себя грубой, я приехал из Ленинграда, из Санкт-Петербурга, за свои деньги. Я же не грубой, я просто просил тебя снять шляпу, мне кажется, что... Сбривешься, я тебя могу попросить, господи, Баруф, что ты... Я не об этом совершил. Я попросу музыкальную пауду, пока не пошли мой вопрос в шляпу. Я просил тебя снять шляпу, больше ничего, я попросил тебя снять шляпу, хотя правильно, сиди в шляпе. Нет, может быть, ты прав, черт его знает, ты прав совершенно, абсолютно, сиди в шляпе. Вот, обстановка нормальная для создания партийного блока, пожалуйста, сиди в шляпе. Я чувствую себя как... Я не прав, извините. Юрий Владимирович, пару партийных анекдотов, вы помните?